Это интервью и в нашей студии Светлана Адырейко, следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Хакасии. Светлана Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в вашем рассмотрении сейчас находится дело таксиста Лебедя, всем известного в Хакасии. На какой стадии сегодня процесс и сколько сегодня уже эпизодов в деле? Да, в моем производстве находится уголовное дело, возбужденное по факту убийств женщин и изнасилования женщин в отношении Лебедя Дмитрия Валерьевича. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные процессуальные действия. Поскольку идет предварительное расследование, не могу озвучивать более подробные какие-либо факты, но могу сказать, что вменено ему более 10 эпизодов преступлений, в том числе совершения убийств, изнасилований женщин. Самое давнее датируется? Датируется 2012 год. С 2012 года это уже точно, но сейчас вы поднимаете еще документы? Да, проверяем. Будем говорить весь путь следования обвиняемого. Проверяем все доводы, которые он предъявляет, как свою виновность, так и своей невиновности. То есть выполняем то, что все предусмотрено Уголовно-профессиональным кодексом Российской Федерации. Соответственно, устанавливаем причины и условия, почему было допущено то, что он длительное время, с 2012 года, осуществлял такие тяжелые преступления на территории Республики Хакасия. И всему дается оценка, соответственно, юридическая. Хочу сказать, что еще проводятся экспертизы. Процесс долгий, тяжелый. Но мы выполняем свою работу. И ранее сообщалось, что экспертиза психологическая, психическая показала его вменяемость. Да, он вменяем. Абсолютно. Адекватный человек совершал эти поступки. Осознанно, умышленно действовал. Вы в органах следственного управления работаете 25 лет. Скажите, на вашей памяти были ли так называемые, ну как в народе называют, маньяки, серийные убийцы у нас в Хакасии? Ну я хочу отменить, что в следственном комитете я работаю с 2008 года. До этого я работала в органах милиции. Также следователем и начальником следствия в моей жизни пришлось побыть. Хочу сказать, что да, на память у меня было уголовное дело в производстве еще следователей прокуратуры. Они его расследовали, отправляли в суд в отношении несовершеннолетнего, который совершал убийство пожилых женщин. Фамилию, к сожалению, я его не помню. Почему это отразилось в моей памяти? Потому что я изучала методику расследования вот этих серийных преступлений. Но она у нас преподается везде и на повышении их квалификации. И, ну, следователь, он должен заниматься самообразованием. Поэтому вот этот случай я и запечатлела в своей памяти. А как вообще работать с этой категорией преступников? Вот не страшно ли вообще с этим человеком разговаривать? Вот вы допросы ведете, один на один остаетесь с ним. Ну, интересный вопрос. Следователь, он, когда учимся, мы проходим и судебную психиатрию, и судебную психологию. Каждое следственное действие мы готовимся. Без подготовки его начинать нельзя. Поэтому собираешься, изучаешь обязательно личность. Потому что каждому человеку, на это в любой у нас, по-моему, жизненной ситуации, необходим подход. Вот. Отбрасываешь эмоции. Потому что эмоции мы не можем допустить, чтобы они преизладали над нами. Потому что иначе может пострадать уголовное дело. Поэтому готовишься и каждому человеку ищешь ключ. А насчет страха нет. Мне не страшно. Потому что помощь мне оказывают оперативные работники. Он содержится в условиях СИЗО, где тоже осуществляется его охрана, конвоирование. Поэтому нет, за себя я не боюсь. Вот вы говорите найти ключ, изучить личность. А вот как подробнее, вот как вы работаете, что именно, поднимаете биографию этого человека, окружение, вот чтобы на что можно... Да, в том числе, это вы правы, поднимаем. И, во-первых, окружение, допрашиваем людей. Допрашиваем не по фактам, допустим, только обстоятельства преступления. В том числе, ну, раз начинаем с момента, где родился, как родился, в каких медицинских учреждениях был. Спрашиваем информацию, истребуем из школ, из учебных заведений. Начиная со школ и заканчивая университетами, если человек учился. Обязательно стараемся допрашивать соседей на глазах, у кого человек рос, жил. И по крупицам собираем все, где можно. Человек, где учился в школе, мы стараемся найти одноклассников, с кем общался, учителей. Как правило, очень помогают это социальные педагоги, классные руководители. Потому что отдать должное нашим учителям, они практически всех своих учеников помнят. И поэтому в ходе допроса они не только говорят, да, он учился хорошо или плохо. Они говорят, что за это был ребенок, как он развивался, какие у него были увлечения. Мы это все, соответственно, фиксируем, потом предоставляем для проведения экспертизы. Ну и стандартные запросы, это запрос в психиатрию, в наркологию состоит ли на учете, были ли заболевания. Характеристики с места жительства, с места работы, где человек работал. Это все в полном объеме мы запрашиваем. Ну, сведения о судимости. Но, соответственно, вообще, чтобы узнать человека, это допросы. Допросы близких и родственников. И они во многом нам помогают понять, узнать. Соответственно, очень большую помощь оказывает это результаты экспертиз. Потому что все равно специалисты высказывают свое заключение, и где дают оценку не только вменяем, не вменяем, но и какие качества у человека преобладают. А вот как, используя вот эту информацию, зная такие-то такие качества, как получить с человека больше информации? Может быть, вы нам посоветуете? Ну, это опять зависит от человека. Если человек готов на контакт пойти, то в ходе беседы, как бы, вопрос-ответ, и получаешь от него информацию. Когда человек не идет на контакт, так же вопросами спрашиваешь. Начинаешь обычные вопросы, это, по-моему, нормальные, для всех, как человек себя чувствует. Потому что, если, не дай бог, человек не в состоянии, плохо себя чувствует, то я не имею права проводить с ним следственные действия. Ну, и, как правило, еще необходимо учитывать, с категории обвиняемых, подозреваемых, мы в обязательном случае работаем с защитниками. В том числе, бывает, по соглашению, по назначению, как предусмотрено уголовно-функциональным законом. Если несовершеннолетний, то законный представитель, ну и, соответственно, психолог-педагог. То есть нам они тоже помогают. У меня дело было по убийству водителя такси. Совершили убийство двое несовершеннолетних, 16-летних. На полярке, да? Да, на полярке. И у меня присутствовали при проведении всех с ними следственных и пациентальных действий, это защитники, законные представители. И потом я стала привлекать еще и психологов для проведения некоторых следственных действий. И они оказали очень большую помощь. Вот в этом деле по убийству таксиста, как подростки вообще смогли объяснить свое действие? Ну, вот, насколько известно, бывает такое, особенно подростки, подверженные, ну, такому стадному чувству, да, допустим, к какому-то эффекту толпы, сами не поняли, что они сделали. Вот в этом случае, как они объясняли вообще вот этот свой поступок по дальнейшему? Ну, с первого взгляда, вот, у меня было впечатление, когда я изучила личности, вот, цинизм. То есть, цинизм, но он наигранный. На самом деле, ну, 16 лет это дети. Они хотели крутыми показать? Да, крутыми. Они считали, что ничего страшного, не понимая, для них это было как игра. А вдруг получится, вдруг не получится. Они же потом-то сами, когда дошло до них, что они совершили. Но от этого, правда, никому не легче, потому что они забрали, будем так говорить, своими шалостями в кавычках, потому что они лишили жизни молодого мужчину, забрали сына у матери, мужа у жены. И самое страшное, что лишили дочь отца. И при последнем уже, я когда ознакомливалась с делом, я одного из обвиняемых спросила. Ну, бравада вот эта нарисованность его. Я говорю, ну, представь себя на месте, к твоей бабушке приходят, и вот ситуация, что у тебя там так получилось, да, вот просто кому-то делать было нечего, там вам машина была нужна, вы решили, вот, совершили убийство. И вот как теперь бабушке, и вот как объяснить всем родственникам, почему так произошло? И вот тогда я реакции добилась от него. Он ушел в себя, и на следующее следственное действие он вышел. Я увидела, что вот эта вот шелуха с него спала, он действительно понял, что он совершил. И вот тогда он говорит, я буду только на суде просить прощения. Но самое-то страшное даже не в этом с ними работать, самое страшное с потерпевшими. Потому что когда люди потеряли своих близких, а мы следователи, мы обязаны допросить, выяснить факт. И то есть мы эмоции показывать не должны, потому что как бы ты ни сочувствовал людям, а мы сочувствуем, мы же люди. И видишь их горе, ты ничем помочь не можешь. Моральная поддержка людям у нас здесь, ну они горе, они в горе, им бы может где-то забиться, успокоиться. А тут следователь со своими вопросами нам 48 часов закон отводит. Мы за это время должны собрать материалы, доказательства, предоставить в суд для избрания меры пресечения. Конечно. И поэтому я всегда потерпевшему, когда в первые сутки работаю, я всегда приношу извинения за то, что я холодная, я смотрюсь безэмоционально. И всегда приношу извинения и говорю, мне нельзя. Я вам сочувствую, я очень сочувствую. Но если я позволю себе эмоции, мы можем потерять время, факты. Поэтому вы меня простите, но я буду задавать вопросы, вы мне ответьте. А потом вы уже можете поплакать. Вот это самое страшное. Самое страшное матерям сообщать о том, что их дети погибли. И не так страшно даже потом работать. А вот это вот для нас, а мы обязаны уведомить. У меня просто в практике было убийство, тоже верховные подсудности. Мужчину убили, и я на дежурстве была, выезжала сама. Все сделала, и я позвонила по телефону его матери и сообщила, что сын мертв. И вот слышать крики матери, и потом с ней беседовать, для меня было самое страшное. Вот к этому подготовиться очень тяжело. Где-то очень тяжело именно с потерпевшими. Это дело на всю жизнь. Да, жестокости дело. Меня, конечно, поразило. Это убийство трех женщин в китайской национальности. Это жутко, да? Это жутко. Я работала в группе, я выезжала тоже на осмотр. Место происшествия. Тогда в Устебаканском межрайонном следственном отделе работала. И я осуществляла допрос одного из обвиняемых. И во время допроса, в присутствии, соответственно, защитника, я выходила три раза, чтобы вдохнуть и зайти, и дальше продолжать без эмоций. Это очень страшно. И поражает в первую очередь, где мы упустили вот этот момент, когда человек превратился в зверя. Вот убить человека, это же забрать жизнь у человека, это же тоже надо. Я не знаю, мне кажется, это невозможно. Нормальный человек кошку не ударит, а здесь... Понятно, у нас есть необходимая оборона, когда человек в крайнюю необходимость поставлен, вынужден делать. Есть примеры истории Великой Отечественной войны, когда мы, извините, совершали подвиги, убивали, но мы убивали врага за Родину. А здесь просто взять и убить. И методами будем так говорить. Я тогда единственное вышла, говорю, у меня такое ощущение, я вернулась во времена гестапо. Он сидел, и он говорил об этом спокойно, не сожалея, вот это страшно. Вот они прямо рассказывают вот это как нормальное что-то, да? То есть даже с интересом и азартом. Да, и рассказывают, и понятно, что они стараются обелить себя. А как ты здесь обелишь в этом конкретном случае, как здесь можно обелить это? Не хотел. Знаете, как бывает, у меня никогда не забуду один из протоколов допроса по убийству. Мы не хотели его убивать, переборщили немножко. Ну, слава богу, хотя бы по делу тех несчастных женщин. Спасибо суду и спасибо вам, наверное, что эти люди изолированы на пожизненный срок, как решил суд. Ну, Светлана Евгеньевна, все-таки праздник. Все-таки праздник. Скажите, как у вас в следственных органах принято его отмечать, своей профессиональной, на работе, да? Конечно, на работе. Нет, у нас, соответственно, будет торжественная часть, будут поздравления, будут награды, поощрения. Чего бы вы пожелали своим коллегам в этом день? Своим коллегам я пожелаю здоровья, потому что нам очень нужно в нашей работе стойкости, упрямости обязательно. Ну и самое главное, оптимизма. Ну, а то, что не нарушать уголовно-профессиональный закон, они и сами знают, в общем-то. Спасибо большое, Светлана Евгеньевна. Еще раз у вас с праздником. Вам спасибо, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!